В этом выпуске, Косторная вернулась в гонку за Олимпиаду. Станислава Константинова заступилась за Евгения Плющенко, который попал под прицел критиков и хейтеров. Туктамышеву переманивают в США. А теперь обо всем по порядку. Тутберидзе помогла Косторной вернуть коронный прыжок. Карьера чемпионки спасена. Может ли далекий от идеала прыжок на шоу осчастливить тысячи болельщиков и изменить расклад сил в борьбе за путевки на Олимпиаду? Может, если речь об Алене Косторной и ее многострадальном тройном акселе. Фигуристка, карьера которой еще недавно катилась под откос, выполнила жесткое условие Этери Тутберидзе и снова восхищает фанатов. Неужели в Хрустальном всего за полтора месяца смогли реанимировать Косторную после скандального возвращения от Плющенко? От роскошного акселя до призрачного акселька. Появление в арсенале Алены Косторной тройного акселя круто изменило ее карьеру. Во многом благодаря этому элементу Алена в первый взрослый сезон выиграла финал Гран-при чемпионат Европы, установив два мировых рекорда, которые держатся до сих пор. Высота пролетности стабильного сложнейшего прыжка сделали его визитной карточкой фигуристки, поэтому потери тройного акселя сулила ей значительный регресс. По слухам, проблемы с акселем у Алены начались еще при Тутберидзе. После долгих карантинных каникул Косторная никак не могла восстановить коронный элемент, а Сергей Розунов, который ставил ей тройной аксель, к тому моменту уже работал в ангелах Плющенко. Возможно, желание вернуть прыжок и стало одной из причин, спровоцировавших скандальный переход сильнейшей фигуристки мира от Тутберидзе к Плющенко. Однако в новой группе Алена не только не запрыгала коронный элемент, но и потеряла былую легкость. В глазах исчез огонь, а на тройных прыжках появились недокруты. По ходу сезона Алена много болела, пропустила чемпионат России, а в финале Кубка России проиграла борьбу за чемпионат мира Елизавете Туктамышевой. На все вопросы о тройном акселе Алена и Евгении говорили, что работа ведется, но пока прыжок не готов для демонстрации на публике. Масло в огонь подлило видео, на котором Плющенко говорит. Алена, акселек тройной давай, однако сама фигуристка остается за кадром. Косторная оказалась в настолько безысходной ситуации, что ей пришлось вернуться к Тутберидзе. Фигуристка со скандалом уходила из Хрустального и за время отлучки успела сказать много нелестных слов о бывшем тренерском штабе. Казалось, после такого пути назад уже нет. Но Этери Георгиевна благородно приняла беглянку, взяв ее на двухмесячный испытательный срок. «Она должна войти полностью в наш процесс без каких-то выходных, без условий, что кто-то мешается на льду, много ли там человек. Все равно это должны определять мы. И запрыгать тройной аксель», — говорила Тутберидзе в эфире Первого канала. Условие оказалось почти невыполнимым. Восстановить тройной аксель за два месяца, когда он не шел почти год, — это что-то из разряда фантастики. К тому же Алена весь сезон мучилась с травмами и болезнями. По словам Яны Рудковской, проблемы со здоровьем были настолько значительными, что Плющенко предлагал фигуристке пропустить сезон. Но Тутберидзе в очередной раз доказала, что для ее учениц нет ничего невозможного. Уже на шоу в Ташкенте под занавес испытательного срока Алена продемонстрировала попытку тройного акселя. Улучшения в катании Алены были заметны уже спустя несколько недель после возвращения к Тутберидзе. Косторная вернула легкое скоростное катание, улучшила высоту прыжков и просто стала выглядеть счастливее. Фигуристка будто сбросила колоссальное давление и вновь начала наслаждаться своим делом. За короткий промежуток времени она стала в хрустальном своей. Алена сдружилась с повзрослевшими молодыми фигуристками и завела с ними общий TikTok, где регулярно появляются забавные ролики. Окончательно убедиться в том, что смена обстановки пошла чемпионки на пользу, можно было на шоу Тутберидзе в Ташкенте. Во время заключительного выступления в рамках гастрольного тура чемпионы на льду Косторная удивила публику попыткой тройного акселя. Алена уверенно пошла на элемент ультра-си, скрутила три оборота в воздухе, но допустила ошибку на приземлении. Элемент получился со степ-аутом. Но Косторная вряд ли бы прыгала аксель на шоу без чистых попыток на тренировках, к тому же исполнять прыжки в темном зале гораздо сложнее. Косторная вернулась в гонку за Олимпиаду. Как ни удивительно, даже один не самый чистый прыжок на шоу может заметно изменить расклад сил. Болельщики уверены, что Алена вернула тройной аксель и теперь имеет все шансы на участие в Олимпийских играх. Но вешать олимпийскую медаль на шею Косторной еще рано. Во-первых, неизвестно, как интенсивные тренировки повлияют на здоровье Алены. Если фигуристка действительно страдала от болезней и травм, то нельзя исключать рецидива в самый неподходящий момент. Во-вторых, нет никаких гарантий, что Косторная будет исполнять триксель так же стабильно, как и в свой победный сезон. Но и в-третьих, конкуренция в одной только группе Тутберидзе остается запредельной, и даже три акселя уже не гарантируют Косторное место в тройке лучших фигуристок России. При этом, и недооценивать произошедшее в Ташкенте нельзя. Косторная показала, что за несколько месяцев у Плющенко не растеряла волевой характер. А значит, шансы сделать в фигурном катании что-то по-настоящему большое у нее остаются. Известная фигуристка Станислава Константинова, которая покинула группу Евгения Плющенко, заступилась за олимпийского чемпиона, который в 2021 году попал под прицел критиков и хейтеров. Это сумасшествие. Когда к человеку приковано такое внимание, каждый его промах раздувают. Винить Плющенко за каждую ошибку его спортсмена. Почему других тренеров так не обвиняют? Задала с вопросом Константинова. Напомним, что в команде Ангелы Плющенко Станислава работала под началом Александра Волкова. На сегодняшний день фигуристка готовится к новому сезону в школе Москвич. Я к нему позитивно отношусь. Как тренер он хорош, добросовестно выполняет свою работу и не заслуживает такого отношения, которое к нему проявляют некоторые хейтеры, заключила 20-летняя фигуристка. Круче любой девочки из самбо-70, иностранцы переманивают Туктамышеву в США. Зарубежные любители фигурного катания позвали российскую фигуристу Елизавету Туктамышеву жить и тренироваться в США. Из-за жесточайшей конкуренции с юными воспитанницами группы Этери Тудберидзе 24-летняя спортсменка не может гарантировать себе попадание в команду на Олимпийские игры в Пекин. В комментариях к четверному тулупу Туктамышевой пользователи противопоставили ее женственности солидную прыжковую технику умениям конкуренток, которые в отличие от более опытной соперницы уже успешно приземляют квады на соревнованиях. Над компонентами еще нужно поработать, чтобы стать полностью упакованной фигуристкой. Хотелось бы видеть ее на Олимпиаде. Она всегда может сбежать в США. У нас обязательно найдется для нее место. Какой квад? Я думаю, она единственная, кто делает настоящий четверной. Вперед императрица! Когда она прыгает четверной, это выглядит невероятно впечатляюще. Это намного круче, чем перекрученные прыжки любой девочки из самбы 70. Я очень хочу увидеть, как она попробует этот четверной тулуп на соревнованиях. Прекрасный прыжок. Более мотивированная, чем когда-либо. Она идет за Олимпийской медалью. Ее техника прыжков – это то, к чему должны стремиться все остальные русские девушки. Претендовать на три заветные путевки в Китай будут как минимум пять действующих ультраучениц Туберидзе, – Щербакова, Косторная, Валиева, Усачева и Хромых, а также выбывшая из списков Александра Трусова. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева опередила русскую ракету и заняла второе место после Анны Щербаковой.